Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, вопрос касается того, что человек, судя по описанию, не умеет проигрывать. Вот что он пишет. Вопрос конечно жесть для 35 летней девушки, но тем не менее, не умею проигрывать с детства, очень расстраиваюсь когда проигрываю в любые игры, будь то шашка или баскетбол. Кажется, что она вообще неудачница и ничего толком не умеет, что все лучше, умнее и удачливее меня. Умом понимаю, что проигрываю не всегда, что я не играл в эти нады годами, чтобы знать все тактики и постоянно выигрывать. Тут всего лишь игра и она говорит, и она не говорит обо мне как о личности. И проиграть может любой, что если уж для меня так важно, то можно особенно прокачивать свои навыки в этой игре, совершенствоваться, но ведь не будет совершенным во всех играх. На это вся жизнь ведет, что нужно создаться процессом, не оценивать себя по результату. Честно забываю свой выигрыш или кажется, что соперник специально поддался, поэтому я выиграл. И кажется, что все видят мой проигрыш и понимают, что они лучше. Короче, пониматься понимаю, но я как-то злобачика сказать не могу. Справиться с этим не могу. Кстати, сыграть с целью уж некоторых раз точно не обижать, буду на чеку, и один фиг обижал. С утра проиграл, а ведь день в обиде. Не играть вообще тоже не выход, делаю ведь не в играх, а в отношениях к жизни. Всегда на пути будут удачи и неудачи. Научиться спокойно относиться к неудачам, как в части жизни на пути это необходимо. Я очень перед многими вещами паскиваю. Что-то хочется попробовать, я не пробую. Страшно, что не получится. В последнее время я вообще не очень понимаю, чего я хочу. Улучшить спокойно и стабильно, чем неизвестное будущее, которое может не получиться. Подсказать, что делать, как себя переформатировать, как научиться спокойно относиться к неудачам. Спрашивает Диана. Ну, самый лучший способ, конечно, решить вашу проблему это пойти на психотерапию. Это ваш текст, это хороший вопрос на психотерапию. Это первое. Второе. Я бы сказал, что у вас присутствует почему-то обосценивание себя. То есть вы изначально позиционируете себя как человека хуже других. И это скорее все выйдет из детства, но это не так важно, как то, что вы сами о себе думаете. Игру вы воспринимаете как попытку самоутвердиться, а не как поиграть. Следующий важный момент. Вы запрещаете себя развить. Что это значит? Это значит, что развиваться, развиваться, меня сэволюционировать можно только через ошибки. Соответственно, вы запрещаете себя развить. Следующий момент. Это как бы то, что вот саму ошибку, сам проигрывающий выигрыш. Вы воспринимаете более ярко и более четко, чем игру. То есть игра изначально вам не интересна, скорее всего. И здесь очень важно найти такую деятельность, которая была бы вам интересна выиграть. Вы интересны проигрыш или выигрыш. Вот. Вы говорите, что вы не знаете чего хотите, потому что где у вас цель выиграть, а это невозможно. Поэтому вы и не хотите ничего. Следующий важный момент. Мне кажется, что у вас есть некие такие элементы перфекционизма. То есть перфекционизм это желание сделать все идеально, сделать все хорошо. Да? Вот. Опять же. Опять же. Важный момент. Хотеть сделать что-то хорошо и хотеть просто что-то сделать не одно и то же. Поэтому получается так, что вы по жизни двигаетесь только вопросами победы или проигрыша. Но не вопросами победы, а не вопросами того, что вы хотите. Не вопросами того, что вам интересно, что вам нравится. Вы говорите лучше, спокойно, стабильно, чем необходимо неизвестное будущее, которое может не получиться. Обратите внимание. Вам важно, чтобы будущее получилось, а не чтобы оно просто было. Так же еще важен и личностный рост. Дело в том, что все такое личностный рост в узком смысле. Личностный рост в узком смысле это наблюдение за вещами, которые не связаны с проигрышем или выигрышем. Вы поймите, пожалуйста, что выигрыш и проигрыш это радостное и грустное событие соответственно. И никто не радуется от выигрыша, как никто не может не радоваться от проигрыша. А наоборот. Да, никто не радуется от проигрыша и никто не может не радоваться от выигрыша. Это нормально. И то, что вы испытываете, это нормально. Просто у вас, кроме этого, больше ничего. Понимаете? Такое ощущение, что вы видите только это. И связано это с тем, что вы не чувствуете себя. Как себя почувствовать? Вопрос достаточно хороший, и ответ на него кроется вашей обиде. Мне интересно, когда вы обижаетесь, как это происходит. Что вы чувствуете в этот момент? Что вы думаете? Как обращаетесь к чувствованию обиды? Я бы начал это чисто обид выражать. То, что вы признаете обиду, это хорошо. Это очень хорошо. Многие люди обиду не признают. То, что вы делаете, это здорово. Но это не конечный шаг. Вам необходимо проживать обиду. Вам необходимо смотреть, что в ней находится. Что помимо нее находится в этот момент, в вашем психоэмоциональном состоянии. И это замечать. И давать тоже какую-то этому жизнь. Вот тогда ситуация начнет выправляться. Конечно, не сразу. То, что я сказал, то, что я сказал, это личные напраски. Вот, вам нужна психотерапия, вам нужна регулярная работа с психологом. Вот. И так далее. Что еще? Понимаете, вы по большому счету связали себя с соревновательными играми. Ну то есть любая игра, любая игра это соревновательные элементы. И в соревновательном элементе, как бы здесь всегда идет борьба. То есть ваше отношение к конкуренции. Это тоже очень важно. Позиционирование себя. Очень важно. А его, как бы, нет. Следующий аспект. Вы думаете о том, что подумают другие люди. Для вас важно мнение других людей. И, конечно, эта история важна. А мнение других людей важно. Но. Вопрос в степени. На мой взгляд, у вас этого переизбыток. Понимаете, да? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу.